Неэффективная работа городских властей, долги бюджетных учреждений, завершение строительства школы в Индиге и эти другие темы сегодня обсудили на традиционном совещании при главе региона. Особое внимание Александр Цибульский уделил реализации федеральной программы «Комфортная среда». Временно исполняющий обязанности губернатора вновь раскритиковал представителей мэрии. Причина – медленные темпы благоустройства Наринмара. Все подробности в следующем сюжете. Оперативное совещание глава региона начал с доклада о внеплановом выезде в Красное. В поселке Александр Цибульский побывал накануне. Основная цель поездки – проверка качества проведения капитального ремонта в детском саду. По итогам выезда временно исполняющий обязанности губернатора дал ряд поручений Илье Иванкину. Поскольку возникают скрытые дефекты работы, которые надо выполнять, я считаю, что раз мы уже взяли за капитальный ремонт садика, надо сделать его один раз, чтобы он потом еще много лет стоял, стал современным детским садом и радовал нас и наших детей. Поэтому я прошу посмотреть возможность здесь выделения дополнительных средств, тем более, что все эти средства будут в рамках той экономии, которую мы изначально предполагали по конкурсу и которая произошла за счет торгов. Значит, следующий вопрос, два очень важных, которые мы с вами проговорили, это то, что у нас очевидно этот ремонт выходит за пределы сентября, значит, учебный год тот, когда детский сад должен был открыть свои двери для детей, у нас переносится. Поэтому мы посмотрели варианты временного размещения детских групп, надо проработать со всеми надзорными органами, чтобы у них не было замечаний, и чтобы дети могли, родители могли своих детей оставлять в комфортных условиях, пока они работают. Там у нас варианты тоже мы посмотрели есть, поэтому здесь под вашу личную ответственность должно это все быть сделано. И третий вопрос, который тоже мы обсудили, я считаю, крайне важным, это вопрос сохранения зарплаты для воспитателей. То, что мы с вами ведем ремонт, абсолютно не значит, что они каким-то образом должны получать за это время меньше зарплаты. Кроме того, Александр Цибульский раскритиковал работу городских властей за провал компании по благоустройству. Напомню, ранее глава региона лично проверил ход реализации проекта формирования комфортной городской среды. По итогам рейда выяснилось, что объекты в поселке Искатели находятся в завершающей стадии, а вот в Нарьинмаре из четырех общественных территорий работы идут лишь на одной. Я хочу сказать, что объекты благоустройства, которые мы реализовывали, в том числе в рамках федерального проекта, у нас прекрасно реализовываются и хорошими темпами в графике в поселке Искатели, и, на мой взгляд, у нас есть серьезные проблемы по реализации проекта в городе. Один проект, то, что касается набережной, который мы проводили тогда, общественное голосование, я почти уверен, что в этом так будет сом. И с учетом там отмены или проблем с конкурсами по двум другим объектам, имеется в виду сквер перед ЗАГСом и сквер перед ОКО МФЦ, у меня есть ощущение, что они тоже не будут сделаны. Или будут сделаны в самый последний момент, перед тем, как будет снег, когда мы уже не сможем принять ни озеленение, ни деревья, ни все то, что требует какого-то времени для устранения потенциальных недостатков. Я считаю, что это безобразие, и я уверен, что властям города придется за это отчитываться перед жителями нашего округа, а я с большим удовольствием тогда буду поддерживать наших жителей и будем принимать какие-то меры. Потому что мне кажется, что есть два муниципальных образования, примерно находящихся в рамках финансовых, так и административных условиях. В одном все спорится и делается в срок, в другом не делается ничего, и только рассказывается о том, что за шесть месяцев даже не смогли подготовить документацию к конкурсу. Это безобразие, и выводы будут соответствующие сделаны. Далее придерживались обычного регламента, отчитались заместители губернатора и руководители профильных департаментов. Так Юрий Мурадов доложил главе региона о проведении работ по улучшению на территории Ненецкого округа качества интернета и мобильной связи. У нас оператор МТС провел большую работу, и скорость по замерам составляет на сегодняшний день порядка 50 мегабит в секунду. Это увеличение более чем в 10 раз. И ведь положительные изменения можно почувствовать не только в Наринмаре, но и в других населенных пунктах. Порядка 90%... Еще не закончено, а еще продолжается эта работа. Эта работа, да, продолжается. Порядка 90% жителей охвачена сетью МТС, она для них доступна. Значит, большую работу за это лето провел Ростелеком, и с июля по настоящее время подключено уже 6 многоквартирных домов. Планируется, что до конца года по одному-два дома будет подключаться к оптоволокну. Значит, по одному-два дома. По одному месяц, в день, прошу, в день, да. То есть, достаточно большими темпами в скором времени и поселок Искатия частично, и весь город будут охвачены именно оптоволоконной сетью. Она дает скорость не меньше, чем 10 мегабит в секунду. Это тоже в несколько раз выше, чем начальные тарифы. А вот Евгения Калашника озвучила присутствующим неприятную новость. Несколько бюджетных учреждений подведомственных департаментов образования, культуры и спорта попали в список должников Федеральной налоговой службы. 80% задолженности по линии образования и спорта. Это вот дословно, это дюц-лидер, это школа номер 5, это школа номер 4. То есть суммы достаточно большие, которые формируют общую сумму задолженности. Я попросила, на самом деле, взять под личный контроль эту ситуацию и в ближайшее время ее разрешить. Если есть какие-то проблемы, как указывает департамент финансов, тогда эту работу нужно провести, потому что мы находимся в контроле, а это на самом деле очень важно. Это не долг какой-то, скажем так, деятельности. Это долг по взносам, обязательным платежам. Если это бюджетное учреждение, его нужно планировать. Значит, что-то с планированием не то происходит. Шла речь и о подготовке Ненецкого округа к осенне-зимнему периоду. В частности, представитель администрации Заполярного района доложил о ходе северного завоза. По уголю завезли 68%, дров 41%, из топлива 86%, масло 91% от плановых показателей. Но осталось Печора и три населенных пункта. Это Каратайка, Варна, Пюшкара, это море. То есть все в графике, проблем не будет. Продолжается и поставка материалов для ведения работ на одном из долгостроев – школе в Индиге. По информации Александра Лидера, на сегодняшний день из 12 барж две уже завезли в поселок все необходимое для строительства. Сейчас на объекте трудятся 22 человека. До окончания работ долгострой будет оставаться под пристальным вниманием профильного департамента. Алина Ваучейская, Антон Водряков, Телеканал «Север». Алина Водряков, Телеканал «Север».